Открыли новый сезон. Недавно болельщики гонбольной «Лады» переживали поражение в финале Суперлиги от Ростова. И вот прошло лето. Команда с новыми силами готова добиваться успеха в предстоящих играх. Наша съемочная группа узнала подробности подготовки Тольяттинской дружины к новому сезону. Репортаж Ивана Шумилина. Презентация команды перед новым сезоном – стандартная процедура в большом спорте. Подводятся итоги, раздаются личные призы и ставятся новые цели. «Лада», как и подобает солидному клубу, прибыла к месту встречи на своем фирменном автобусе. Гонбольный клуб «Лада» собрал преданных болельщиков и команду в уютном ресторане. Как только девушки появились в зале, фанаты взорвали тишину кричалками. Это наш гонбольный! Это наш клуб «Лада»! В этот вечер руководство клуба отметило абсолютно каждую гонболистку. Девушек по очереди вызывали на сцену и дарили им цветы. Ведущий не успевал перечислить все регалии тольяттинок, пока не шли получать подарок. Вся наша команда – это олимпийские чемпионки, чемпионки мира, призеры чемпионатов России и международных турниров. Руководители клуба надеются, что нынешний сезон принесет только золото. «Желаю вам, чтобы в мастерстве прибавили. И давайте постараемся ради наших зрителей, ради наших жителей этого города, ради наших болельщиков, ради нас самих. И за Леона Аганесича надо выиграть в этом сезоне чемпионат России». По итогам прошлого сезона специальной комиссией была определена символическая сборная российской суперлиги. По результатам опроса самым ценным игроком минувшего сезона признана капитан Лады и сборная России Дарья Дмитриева. Звание лучшего тренера удостоен наставник Тольяттина Клевона Копян. Кроме того, еще две представительницы автозаводского клуба вошли в число лауреатов – Полина Ведехина и Елена Михайличенко. «Перед командой, как всегда, стоят самые высокие, наверное, цели и задачи, потому что уже не первый год мы выходим в финал, не получается никак пройти действительно эту ступень второго места, поэтому хочется в этом сезоне наконец-таки ее преодолеть». В этом межсезоне у Лады произошли кадровые изменения. Команду пополнили сразу четыре новичка. Алена Амельченко, Мария Черняева, Екатерина Гайдук и Ирина Михайлюта. Гайдук уже выступала за Ладу четыре года назад и, по сути, вернулась в родные пенаты. А вот для Михайлюты это новый вызов. «Цели самые высокие. Правильно, как сказал руководство, надо переходить в планку номер два, занимать номер один. Цели самые высокие. Конкуренция есть всегда. Это хорошо». У тренерского штаба волжанок в новом сезоне добавилась головной боли. Но приятный. В составе теперь три вратаря топ-уровня – Уткина, Лагина и новичок Михайлюта. По ходу чемпионата придется делать нелегкий выбор, кому играть. «Вот это самое сложное, потому что у нас очень сильный вратарь Елена Уткина, вратарь сборной России. Прогрессирующая Лагина Анастасия, которая сейчас на очень приличный уровень вышла. И новичок команды Михайлюта, который бы очень хотелось пожелать достойно в этой троечке себя чувствовать». В новом сезоне перед «Ладой» стоят новые и самые серьезные задачи – золото чемпионата, победа в Кубке ЕГФ и Кубке России. С таким мощным составом и опытным тренерским штабом все задачи выполнимы. С верой в команду Иван Шумилин, Владимир Никитин, Новости Тольятти.